Первый праздник весны, объединяющий и вдохновляющий глазами чемпионки многодетной матери и женщин воли у судьбы, оказавшихся за решеткой. 8 марта. Повод вспомнить о том, о чем не стоит забывать весь год. 9 марта. Коронавирусы, дагестанцы. Масок нет, но вы держитесь. Почему не надо верить всему, что появляется в ленте Инстаграм и что надо знать об опасном китайском пришельце? Прямо сейчас в нашем видео. Как сохранить семью? Вопрос далеко не праздный. Статистика разводов не радует, хотя в Дагестане она лучше, чем в целом по России. Советы молодым семьям с точки зрения веры и психологии в новом проекте, запущенном муфтиятом Дагестана. Здравствуйте! Это итоги недели на канале ННТ. И я, Мурад Ахмедов. Пришла весна, а с ней первый весенний праздник, 8 марта. Праздник весны, нежности и красоты. Праздник всех женщин, мам и бабушек, сестер и дочерей. В этот день прекрасная половина человечества окружена заслуженным вниманием и подарками. Это еще один повод сказать мамам и женам красивые слова. Героиня нашего следующего сюжета, еще и мать-героиня. Имея десятеры детей, она преуспевает во многом. Например, это не мешает ей быть шестикратной чемпионкой-подарцу. С красавицей, комсомолкой и спортсменкой встретилась моя коллега. Меткий глаз, твердая рука, крепкие нервы и чуточку везения. Преимущество дартса в том, что заниматься этим видом спорта может практически каждый, независимо от пола и возраста. Если регулярно тренироваться, то всего за пару лет можно освоить все премудрости игры и добиться определенных успехов, как это сделала Саврижат Рамазанова. Женщина-победитель множества турниров. Играть в дартс стало по случайному стечению обстоятельств. Я с мужем, когда телевидение нашего директора Аримов, к нему гости когда пошли, увидел у него на стенке мещень. И я говорю, можно покидать, пока мужем они разговаривают. Ну, конечно, можно, говорит. И я начала кидать. Ради этого мещенья, ради этого игры я уже к нему гости начала ходить. Мужем говорю, давай, гости, пойдем, чтобы у него дома тоже же, говорю, сказал, есть. А дальше Саврижат уже и представить не могла свою жизнь без ежедневных тренировок. Теперь в ее семье дартс играет почти все. Женщина говорит, что это объединяет их еще сильнее. Подружками и мужья вместе вот так дружно все шли, и интерес появлялся. И больше общения, и больше дружности, мне кажется, и интерес тоже есть. Но Саврижат Рамазанова не только хорошая спортсменка, но и замечательная мама. Мама аж десятерых детей. Вопреки стереотипам, спортсменка вовсе не выглядит уставшей. Забота о детях, признается Саврижат, ей совсем не в тягость. Я уделяю на каждое, что дома нужно работать, уделяю для этого времени. И для спорта тоже уделяю. У меня хватает для этого времени. Увлечение Саврижат поддерживает и супруг. Мужчина и сам заинтересовался любимой игрой жены. Правда, он, в отличие от своей спутницы, любитель, а не профессионал. И поддерживаю ее влечение тоже, и ее протялкиваю вперед, чтобы она вперед пошла вот так. У нее, чтобы хорошо все было, с ней вместе соберемся выходить вперед. Насмотрим, что получится, то получится. Для Саврижат иметь много детей никогда не было чем-то из ряда вон выходящим. Наоборот, делится она. Все это было само собой разумеющимся. Можно даже сказать, что у них это семейная традиция. Ну а секрет семейного благополучия мать-героиня видит в том, что все трудности в семье преодолевают вместе, помогая друг другу. И надо отметить, что все у них получается успешно. Зумруд Гамидова, Мусас Алгирей, телеканал ННТ, Буйнакский район. И в продолжение темы. Праздник со слезами на глазах. Осужденные женщины, отбывающие наказание в исправительной колонии в Кизелерте, смогли встретиться со своими детьми в теплой праздничной атмосфере. Цель Дня открытых дверей, по словам организаторов, желание восстановить связь между матерью и ребенком, соединить разлученных волей судьбы детей и матерей, адаптировать женщин к новой реальности и подготовить к возвращению в общество и семью. Встреча проводилась в преддверии Международного женского дня. Алина Багилова о глубоких чувствах за высокими стенами. В преддверии 8 марта стало настоящим праздником для осужденных женской колонии. Они получили возможность вне графика увидеть своих детей. Дети осужденных женщин чаще всего находятся в детских домах. И привезти их в колонию – большая проблема для воспитателей. Ко мне привели девочку, конечно, каждый раз, когда я ее вижу, это сложно. Вот она видит меня здесь счастливой, улыбающейся ей. Ну, ребенок не понимает всего, как есть на самом деле. И я стараюсь не дать понять ребенку этого. Самой, конечно, тяжело. Хочется домой, хочется уже не совершать этих поступков. Для многих отбывающих наказание этот концерт стал значимым событием в жизни. В преддверии праздника звучали теплые слова и комплименты. Ведь женщина остается женщиной даже в местах не столь отдаленных. Побывать в роли артистов смогли не только приглашенные гости, но и сами женщины, отбывающие срок. Они подготовили разнообразную концертную программу, танцевальные номера, песни, стихи. Выступали все от мала до велика. Праздничным подарком стало выступление детей осужденных. Я прекрасно понимаю, что в жизни каждого человека была светлая полоса, была темная, рано или поздно этот период у вас кончится. Мне хотелось бы, чтобы у вас в ваших сердцах этот период жизни был немножко скрашен какими-то приятными моментами. Плакали абсолютно все, как работники колонии, так и заключенные и родные. Но повод вовсе не печальный. Напротив, радостный. Долгожданная встреча. Вообще-то все свидания в местах лишения свободы исключительно по графику. Не более двух-трех раз в год, а то и пять лет. Даже не знаю, чувствую, я не могу даже эмоции свои, даже то, что я сейчас чувствую, даже словами я не могу объяснить вот это все. Далее от детей, конечно, очень тяжело. Время пролетело быстро и вот уже пора расставаться. На глазах у женщин и их детей выступили слезы. Они на прощание обнимали и целовали детей, которых увидят теперь не скоро. Считается, что самым большим мотиватором для исправления осужденного может стать его ребенок. И сотрудники колонии, организаторы проекта, работники системы исполнения наказаний надеются, что освободившись, женщины больше не захотят расставаться с родными и близкими. А потому сделают все, чтобы не вернуться в стены исправительного учреждения, в котором они долгие годы находились без своих детей. Алина Багилова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Семейные ценности, составная часть человеческой духовности и веры. Муфтиятам Дагестана этот год был объявлен годом семьи. В связи с этим в Каспийске было организовано крупное мероприятие, название которого говорит само за себя. Как укрепить мир в семье? В кинотеатре Москва собралось около тысячи человек. Живое общение интересных гостей с переполненным залом, ответы на вопросы, нашиды, поучительные видеоролики. А в конце приятный сюрприз. Счастливой супружеской паре. Путевка на Малый Хадж. Обо всем по порядку, расскажет Хамза Нурмагомедов. Мероприятие такого формата, посвященное укреплению семейных ценностей, в Дагестане проходит впервые. На экране был указан номер телефона, на который зрители могли анонимно задавать свои вопросы экспертам. Отвечали на них руководители отдела ФЕТ в Примуфтиятизань Лаатаев и семейный психолог Алясхаб Мурзаев. По самой пугающей статистике, до 80% прогнозируют разводы из 100 случаев. И первая причина, конечно, это общее падение института брака. То есть ценность семьи, она в сознании каждого человека, она начинает падать. Вопросы поступали самые разные. Кого-то беспокоила скупость мужа, кого-то ревность жены или вмешательство родственников молодоженов в семейную жизнь. Некоторые сообщения вызывали улыбку, а другие свидетельствовали, что ситуация зашла в тупик. Сохранить хотя бы одну семью от развода – такова главная задача мероприятия. Если бы наши молодые люди, прежде чем вступить в брак, изучали бы хотя бы самые элементарные нормы поведения в семье, права, обязанности, этикет супружеский, я думаю, их этих разводов было бы гораздо-гораздо меньше. Все, что в этом зале происходит сегодня, направлено только на то, чтобы та маленькая ячейка, новая семья, которая создается, понимала, для чего они вступают в брак, что такое семья и понимание счастья в семье. Между ответами на десятки вопросов зрителям показывали социальные ролики, в том числе о влиянии свекрови на своего сына и чрезмерной слежки за мужем. В качестве примера стойкости, любви и терпения показали видеоинтервью семьи Абдусаламовых, попавшей в тяжелую ситуацию после серьезной спортивной травмы главы семьи. Родители и дети, преодолевая вместе все трудности, обрели новый смысл в жизни. Украшения мероприятия стали нашиды. Известные артисты на русском и арабском языке исполнили свои лучшие произведения о любви, надежде и вере. О мой пророк, тебе хочу быть ближе, любимый предводитель мусульман. Ну а в завершении мероприятия организаторы разыграли среди зрителей четыре путевки святые места Мекку и Медину. Победителями оказались две супружеские молодые пары. Очень рад, я в Хаджи тоже не был, не шла, сейчас поедем с супругой, и не шла, будем делать всем вам два тоже, и канал НТ тоже не шла. С пустыми руками не отпустили и прекрасную половину человечества. Каждой женщине в этот вечер сделали приятный подарок – вручили тюльпаны. Очень понравилось, и тема, честно говоря, злободневная, потому что у нас очень действительно много разводов, и, как правильно там отметили, действительно нетерпимость к слабостям мужа, жены – это очень многое. Честно говоря, большую роль играет в семье. Очень познавательно, интересно для молодых семей, также и для взрослых семей. Столько браков семейных спасли, кто это организовали. Это не только на один день, это на годы, можно сказать, много семейных вопросов возникает. Очень сильное, очень сильное укрепление. Я, например, для себя много чего открыл, много чего не знал. Подобные встречи организаторы планируют проводить во всех городах и районах республики. Проблема укрепления семейных отношений как никогда актуальна, и ее решение – одна из главных задач общества. Ведь крепкая семья – это основа государства. Хамзанур Магомедов, Мусас Алгиреев, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Каспийск. Новое оборудование, высокотехнологичные операции и снижение смертности. На коллегии Минздрава накануне подвели итоги работы ведомства и обсудили планы на этот год. Так, план диспансеризации взрослого населения выполнен полностью. Кроме того, расширились возможности своевременной эвакуации пациентов, особенно из труднодоступных районов. По сравнению с предыдущим годом, количество высокотехнологичных операций, выполненных в Дагестане, увеличилось более чем на две тысячи. За счет средств республиканского бюджета планируется закупить оборудование и автотранспорт на 796 миллионов рублей. За минувший год в учреждениях здравоохранения республики трудоустроено более 800 врачей. Из них 250 направлены на работу в сельскую местность. В рамках регионального проекта по обеспечению медицинских организаций Дагестана квалифицированными кадрами заключены 224 договора по программе «Земский доктор» и 10 договоров по программе «Земский фельдшер». А на неделе в республике открылось современное здание Центра медицины катастроф с единой диспетчерской. Она оснащена всем необходимым новейшим оборудованием, к примеру, системой отслеживания бригад, которая позволяет в режиме реального времени наблюдать, где находится та или иная бригада скорой. Диспетчер может увидеть все вызовы каждой бригады за сутки, посмотреть время нахождения у конкретного пациента, а также то, какое решение принято медиками и куда они направляют больного. Система отображает каждый этап работы скорой. Медики фиксируют их на планшете, которыми оснащены все бригады. Здесь мы централизуем все подразделения, начиная от скорой медицинской помощи, с центральной диспетчерской, санавиации, медицинных катастроф. И помещение оснащено новым оборудованием, новое программное обеспечение полученное для того, чтобы действительно принимать вызовы не только от наших граждан, но и из медицинских организаций. По словам экспертов, такая централизация позволит улучшить качество медицинской помощи за счет сокращения времени обработки вызова и приезда бригады. Теперь перед службой медицины катастроф стоит задача не просто приехать и отвезти в больницу, а также определить, куда направить пациента, чтобы ему оказали нужную помощь. Это не окончательная часть развития всей этой службы. Это только начало нового большого пути. И она должна соответствовать всем современным требованиям, о которых мы говорим. В Дагестане обнаружен коронавирус. Под таким шокирующим громким заголовком в сети интернет появилось видео, где с виду заболевшего молодого человека врачи в масках ведут в инфекционное отделение больницы в Махачкале. Якобы это тот самый дагестанец, у которого ранее выявили коронавирус в Азербайджане. Все нормально будет. У нас инфекционное отделение очень хорошее, специалисты очень хорошие. К счастью, выяснилось, что видео учебно-показательное. Минздрав Республики проводил учения, чтобы хорошо подготовиться к возможному появлению коварного заболевания на территории Дагестана. По словам медиков, публикация отрывочных фрагментов видеоролика без демонстрации полной картины событий и объяснений преднамеренно делалась недобросовестными лицами для нагнетания обстановки. Вот как прояснили ситуацию в медицинском ведомстве. Минздрав Дагестан заявляет, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Республики нет. Учения по профилактике инфекции неоднократно анонсировались Минздравом Дагестана. Однако некоторые паблики пользуются кадрами съемки этих учений для создания ажиотажа и привлечения подписчиков. Поэтому призываем население за достоверной информацией обращаться на официальный сайт Минздрава и аккаунт ведомства в Инстаграм. Тем временем коронавирус продолжает неумолимо распространяться за пределами Китая. О махачкилинских аптеках закончились маски. Люди обращаются с вопросами об опасности эпидемии не только в Минздрав, но и в Муфтият Республики. Так ли страшен этот вирус, как его разрисовывают в сомнительных источниках и что думают об этом горожане, узнавали мои коллеги. Масок нет, к сожалению. Да, раскупили на самом деле. А когда постные места закончились они? Где-то 4-5 дней назад. В аптеках нет масок, склады пусты, но на улицах города редко встреча человека в этой же защитной маске. В последний раз их продавали по 20 рублей за штуку и когда будет новая партия и по какой цене неизвестно. Большинству опрошенных в Махачкале достаточно спокойно относятся к возможному появлению коронавируса. Какой-то обостренной тревоги у людей нет. Вы боитесь этой болезни? Не-не, чего бояться. Все мы рождены, чтобы умереть. Так разобраться. Ну, за детей, конечно, переживаем. Я просто одела маску не потому, что сейчас идет, да, вот этот коронавирус. Я его как бы не боюсь. Я думаю, что все будет в порядке. Во всяком случае, такой сильной беспокойности пока. Ну, спокойно люди чувствуют себя. У нас, по-моему, в Дагестане нет такого ажиотажа, такого страха, что мы здесь окажемся больными и заразимся. Действительно, причин для паники нет. В инфекционной больнице нам сообщили, что это такой же вирус, как и все остальные, уже хорошо знакомые врачам. Заразиться могут в основном те, у кого ослаб иммунитет и не соблюдающие элементарную гигиену. Люди, которые с ослабленным иммунитетом, с фоном заболеваний, возрастные больные. Ну, доказано, что очень много легкой формы протекает. Не обязательно, чтобы они приводили к летальным исходам. По статистике видно, что процент летальности на сегодня 3,3. В принципе, это небольшой процент летальности. Но, опять-таки, это тоже предотвратимо. Пневмония тоже лечится. Единственная проблема – ранняя диагностика и ранее начатое лечение всегда приводят к успеху. К счастью, в Дагестане еще нет ни одного случая заражения коронавирусом. Но даже если больные появятся, врачи готовы принять пациентов и помочь им побороть эту болезнь. С вопросами о вирусе, который шагает по земле, не зная границ, люди обращаются не только в Минздрав, но и в Мафтеат нашей республики. Духовенство затрагивает эту волнующую всех тему и в мечетях на пятничных проповедях. Призываем всех жителей региона предпринимать все необходимые меры по профилактике и лечению всякого рода заболеваний. Но вместе с тем не стоит поддаваться на провокации и намеренно распространять в социальных сетях фейковые ролики, которые сеют беспочвенную панику. Призываем всех быть благоразумными и опираться лишь на достоверные источники. Даже если в Дагестане зафиксируют случаи заражения коронавирусом, это не повод сеять панику и нагнетать обстановку. Большинство в нашей республике – люди верующие. А верующий человек хорошо знает фразу, что миновало тебя и не должно было с тобой случиться, а то, что случилось с тобой, не должно было тебя миновать. Переносить невзгоды, достойные относиться к трудностям мужественно, всегда было в крови у дагестанцев. И хорошая новость для молодых семей. В Дагестане самое дешевое жилье в стране. Федеральная служба госстатистики провела исследование за последний месяц и за период с начала года, согласно которому в Дагестане наблюдается самая низкая стоимость жилья. Цена за квадратный метр в республике составляет 19 984 рубля. Следом расположилась республика Ингушетия и Саратовская область. Ну а самое дорогое жилье, по мнению специалистов, в Чукотском автономном округе – 121 928 рублей за квадратный метр. Экология, увы, не радует. Массовая гибель рыбы недавно была зафиксирована на озере Агерль. На берегу были обнаружены крупные, свыше 10 килограмм мертвые толстолобики, а также карпы и сазаны весом по 400 грамм. В связи с этим береговую линию озера осмотрели специалисты Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства, природно-охранной прокуратуры и Ленинской администрации города Махачкалы. Кроме того, проинспектировал озеро и лично министр природных ресурсов. Почему есть проблема озера Агерль? Озеро Агерль было 200 гектаров. Туда падала река Талгинка. В результате того, что в свое время бесконтрольно, незаконно были распределены земельные участки, построили, засыпали 100 гектаров озера Агерль, построили дома и засыпали эту реку Талгинка. Рыба была собрана и направлена в лабораторию для исследования причин гибели. Также были взяты пробы воды. Массовая застройка озера способствовала тому, что было перекрыто русло реки Талгинка, которая по факту была единственным естественным источником водоснабжения. В результате вода перестала циркулировать и в должной мере обновляться. Специалисты считают, что одним из возможных способов решения возникшей проблемы может стать прокладка трубы от кора длиной около 3 км для обеспечения озера водой. Все возможные варианты решения проблемы будут еще обсуждаться. Вода, для того, чтобы стать пригодной для рыбы, она должна перемешиваться и так далее, это в этом плане от нее толку особо нет. Вода должна поступать на земных источников. В данном случае я предлагаю это и скоро. Другой возможности нет. В форе прекрасная вода, эту воду, какую-то трубу проложить, 150, 200, 300, 300 даже не надо. Пойдет трубе подать туда воду и все будет нормально. Это очень быстро там нормализуется ситуация. И такого мере больше не будет. Для сельских жителей вода не только бытовая необходимость, но и то, без чего невозможен повседневный труд. Сельскохозяйственные угодья нуждаются в больших объемах живительной влаги, без которой попросту ничего не вырастет на земле. Поэтому покушение на свои водные ресурсы селяне нередко склонны принимать в штыки. Вот и жители селения, как река Савертовского района, увидев водоустроительные работы, заподозрили неладное. Кто прав в водном споре и чья вода важнее, разбирался Абдулла Алиев. Работа здесь кипит. И все, как ни странно, вроде бы на благо людей. Вопрос только, каких людей? Жители сел Кокрек и Мусалаул собрались здесь не просто так, а чтобы выяснить, для чего рядом с трубами, по которым к ним поступает вода, появилось вот это ответвление. Уже второй, третий год мы не можем в достаточном количестве населения пользоваться водой. Так как врезается, идет врезка, Куруш, вот Бабаюртовская линия. Здесь они сейчас трехсотку поставили, там, говорят, еще восемьсотку, пятьсотку хотят увеличить. Нам, население, жители сел, нечем, нехватка воды, кубов не хватает. То есть мы настолько настрадали, что наши огороды, поля, все высохло. Возмущение жителей этих сел можно понять. Основными их занятиями являются земледелие и скотоводство. Даже сейчас им не хватает воды для полива сельскохозяйственных угодий. Да и скотину часто нечем поить. А тут еще вдобавок ко всему появилась труба, которую, как уверяют жители муниципалитета, несанкционированно подсоединили к их водному каналу. Вот в прошлом году урожай вообще сохло все, огороды, ничего не было. И вот в настоящее время добавляют трубу в какую-то сторону Бабайурта или куда-то. И так нам не хватало воды поливной. И еще дополнительно соединять какую-то трубу. Вода, если верить местным жителям, может и вправду вскоре начать поступать не в тех объемах, в каких должна. За удостомжение в этих селах отвечает филиал госучреждения Юзбаш Аксай под ведомственным Министерством мелиорации Республики Дагестан. Как объяснили представители организации, возникшей ситуации нет их вины. Работы ведутся по заказу застройщика из другого ведомства. То ли Министерство ЖКХ или Министр строй. В общем, они, ну, весь секорд, когда вот нужно население обеспечить водой, да? На хозяйственные бытовые нужды, да, населенного пункта, населения, да? На всякие нужды населенного пункта. Надо где-то воду брать. Эту проблему надо решать. Решили почему-то взять с оросительного канала. Оросительный канал это для полива площадей, да? Оросительный. Да-да. Для сельхозугодия. Решили оттуда взять воду и дать населенным пунктам для хозяйственных бытовых нужды. Я понимаю, что хозяйственные бытовые нужды, да, хорошо, людям надо давать воду, но я говорю, почему? За счет агрария, да? За счет моих потребителей. Завтра им может действительно вода не хватить. Они там 500-ка другого резались и заявляют, что там они какой-то минимальный будут забирать. Они не будут забирать, они максимально около куба воды. А это в пределах 25% от пропускной способности канала. 25% объема примерно они могут забрать. А это если в 2%, 3%, это можно, как несущественно, можно. А это 25% это очень много. Как уверяют жители Кокрека, они не против, чтобы в других селах тоже была вода. Но они не хотят, чтобы это делалось им в ущерб, так как должны учитываться права и интересы всех граждан без исключения. Получается так, что они хотят решить проблему одной части населения за счет создания проблем другой части населения. Мы не против, чтобы эти населенные пункты полили с водой. Ради богу. Но есть вода, вон есть сулак, дальше, ниже. Пожалуйста, можно было оттуда же воду отвезти, там поставить на солнце или оттуда взять воду. Но почему именно было им взять, отсюда взять воду, я не могу понять. Тогда этот канал и так не хватает для тех населенных пунктов, которые и тех земель, орошаемых, которые находятся в этом районе. Но это, увы, не единственная проблема этих сел. Водная артерия, проходящая через село Новая Гадария и Кокрек, так и не была отремонтирована, несмотря на обещания ответственных за это лиц. Как отмечают жильцы этих сел, раньше ситуация была намного хуже. Канал был очень загрязнен, но недавно его все же почистили. Хотя почистили, по их словам, не на 100%. И ощутимых результатов обещанного ремонта, к сожалению, не видно. Я по интернету смотрел, тендер выигран на какое-то определенное предприятие 26 миллионов рублей. Протяженность канала 23 километра. Вот они взяли деньги, 26 миллионов, и сделали вот это, то, что они сделали, это называется капитальный ремонт. Не косметический ремонт. Мы вот здесь с этим возмещены. Вот дерево. Это дерево сейчас через, ну, не полгода, а через три месяца упадет опять в канаву. Вот это все, то, что они вывалили вдоль канала, это все, каждый дождь, который будет смывать ее туда в канаву. Но в организации филиала Юзбаш Аксай уверяет, что выделенных денег не хватало на капитальный ремонт канала, а все, что было в их силах, они сделали. Обнадеживает, что водная артерия уже включена в специальный государственный проект реконструкции на 2021 год. В этих рамках он включен этот канал на будущее, чтобы больше ремонт сделать. А на эти деньги, эта облицовка, там близко на это, чтобы на эти деньги сделать, поменять. Мы по этим самые такие, самые такие плохие места заложили туда, чтобы подремонтировать, да, облицовку канала. И очистку, облицовку, там лесной часть, там вообще деревня завалена на дубнице, это нижняя часть, от деревьев очистить, вот эти работы. А так там 10-20 раз больше денег надо, чтобы все, 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 все осталось. А это в рамках реконструкции будет делать. От водных проблем к социальным. В муниципалитете всего одна школа. Детям, живущим на окраинах села, приходится преодолевать несколько километров, чтобы добраться до нее. Решить проблему послам жителей может помочь новая школа, которую можно возвести на пустующей территории в 5 гектаров, находящейся близи села. На сегодняшний день мы были находились у главы администрации, со света Кокорейский, также были и в администрации. Мы поставили вопрос по поводу выделения, чтобы этот земельный участок, какой-то племенный участок нам выделили, поставили нужные. Нам они примерно обозначили территорию, так сказать, примерно 5-5 гектаров с земли. Это уже продолжается более года. Вот буквально неделю-то мы опять собирались, обсуждали, но нам говорят постоянно, что мы подождите завтра, позавтра. Жители села Кокорейк не теряют надежды, что на их проблемы обратят внимание и решат их по возможности в кратчайшие сроки. Жить благополучие желают все, и эти люди – не исключение. Абдулла Алиевнур, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Хасыртовский район. Дом, в который трудно зайти, еще труднее выйти из него. Жительница одной из многоэтажек Махачкелы жалуется, что не может попасть в собственную квартиру. Дело в том, что героиня нашего следующего сюжета имеет ограниченные возможности здоровья и передвигается на инвалидной коляске. Условия для передвижения особенных людей, как правило, не предусмотрены во многих домах Махачкалы. С какими сложностями приходится сталкиваться Бариат Мирзоалиевой, расскажет Хадижа Курбанова. Попасть в свой дом, впрочем, как и выйти из него для Бариат Мирзоалиевой – настоящее испытание. Подъем у пандуса слишком крутой, и без посторонней помощи здесь не обойтись. Но и это не единственная проблема для девушки. В доме регулярно происходят сбои в работе лифтовой системы. Каждый день, раза два, я выезжаю из дома. И зачастую бывает, что лифт может просто не работать. У меня не раз бывали моменты, когда я просто не могла бы ехать на тренировку. Даже было, что я не могла просто попасть на работу, только потому что у меня не работает лифт. Бариат Мирзоалиева – опытная лучница. В прошлом именно лук вернул ее к нормальной жизни. 18 лет назад по халатности врачей она стала инвалидом. Долгих 12 лет просидела дома в четырех стенах, пока не увлеклась стрельбой из лука. Девушка стала первой в истории дагестанкой, завоевавшей медаль чемпионат России среди спортсменов-колясочников. Из всех – это Кубок Европы. Мы ездили туда со сборной России. И это одна из моих единственных наград на международном уровне на данный момент. Хочу попасть на Паралимпиаду. На данном этапе мы готовимся получить квоту на чемпионате Европы. С серьезной преградой на пути к новым достижениям становится отсутствие какой-либо инфраструктуры в доме для людей с ограниченными возможностями. В ситуации, когда лифт неисправен, Бариат поднимает на седьмой этаж ее родной брат. В иных случаях приходится обращаться к соседям. Проходящих мальчиков прошу, умоляю, делайте, поднимите. Я же не могу, через лестницу вообще невозможно подняться. Поднимем. Наши же люди не такие помогают. Приехал поддержать Бариат и друг девушки Магомед Исмаилов также сталкивается с многочисленными проблемами, связанными с трудностью передвижения. Он считает, что Махачкала вовсе не приспособлена для жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Если, допустим, инвалид хочет добраться собственноручно сам куда-то, это можно поставить кресло. То есть, в первую очередь, очень опасно для его здоровья. Малейшая, допустим, ямочка, малейшая преграда 5 сантиметров, он может упасть. И остаток своей жизни, вот одно падение с коляски, может привести к тому, что остаток жизни человек проведет в постели. С проблемой многолетней давности Бариат обратилась в Общероссийский народный фронт. Активисты тут же отреагировали и связались с руководителями ответственных организаций. Мы сегодня пригласили представителей госжилинспекции Республики Дагестан и представителей управления муниципального жилищного контроля, от которых мы узнали, что эти лифты по этому адресу включены в программу 2020 года по замене лифтового оборудования. Но это, так сказать, муниципальная программа. Мы, конечно, в свою очередь, Общероссийский народный фронт, будем обращаться в правительство Республики Дагестан с данной проблемой, чтобы этот дом все-таки попал в республиканскую программу и чтобы он не был, так сказать, вычеркнут из этой программы. Я, конечно, призывала бы чиновников, которые ответственны за решение этих вопросов, все-таки немножко включить свои человеческие качества и не относиться к этим вопросам как просто к своим должностным обязанностям. У нас каждый человек и с каждым может это произойти. Представители УЖКХ администрации города заверяют, что ремонт или замену лифтового оборудования произведут в течение двух лет. Состояние подъезда также обещают улучшить в год жилу инспекции республики. Что касается пандуса, его-то работают для более удобного пользования. Но пока это только обещания, которых, как гласит поговорка, три года ждут. Хадижа Курбанова, Мусасов Гирей, телеканал ВНТ, Махачкала. В Дагестане наградили победителей крупного республиканского IT-форума Киргу Сайберфест 2020. На площадке, организованной компанией Киргу, представители власти, бизнеса и науки смогли не только обсудить различные аспекты цифровизации многих сфер деятельности, но и прийти к конкретным решениям, обсудить реальные проекты и поговорить о дальнейшем развитии Дагестана в сфере IT. В форуме приняли участие свыше 200 студентов вузов. Подробнее – мои коллеги. Сильнейшие и подающие большие надежды атичники разбились на команды и соревновались за создание лучших технологических идей и решений. Здесь в воздухе витал совершенно новая такая атмосфера, которая не совсем присуща, но без вот этой атмосферы, без вашего интеллекта будущего ни у страны, ни у республики, по большому счету прогресса, будущего нет. Ребята имели возможность посетить мастер-классы по созданию приложений, воркшоп по созданию эффективного IT-образования в Дагестане. Молодые таланты в IT-сфере – это вещь, которая будет двигать нашу компанию в дальнейшем. Подобное мероприятие, собственно говоря, преследовало наши сугубо практические цели. Мы хотели найти себе гипертолковых ребят. Надеюсь, что мы это сделали. Пожалуй, тяжело представить в современном мире какую-либо организацию или компанию без команды айтишников. Профессии в IT-сфере постоянно расширяются, появляются новые вакансии и специальности. А некоторые компании занимаются внедрением собственных программ обучения, подбирают и готовят кадры под себя. Они не понимают, что они реально могут свой ум применить где-то. Здесь они смогли понять, что его не могут применить и поняли, как уже дальше развиваться. И при этом все, они еще сделали проекты и их некоторые компании позвали к себе. Поэтому я считаю это очень круто. На форуме также обсудили развитие IT среди школьников на примере проекта образовательного центра IT-куб «Фанториум. Дом знаний». Миссия компании «Киргу» сегодня – помочь подрастающим талантам, заявить о своих способностях. Впереди еще много интересных проектов. Надеюсь, что все планы будут реализованы и поможем молодым людям открыть новые возможности для их творчества. Помимо прочего, состоялись презентации крупных проектов и компаний – IT-парка Якутия, Сигма-Про, а также выставки технологических компаний и роботов. Была разработана и концепция развития IT-образования в Дагестане. Мы надеемся, что IT-предпринимательство в Дагестане будет развиваться, и местные IT-специалисты и предприниматели не будут уезжать куда-то, чтобы достигать больших успехов, а будут успешно развивать бизнес именно здесь, у себя дома. Хамзанур Магомедов, Алина Абагилова, Гаджи Магомедов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Юнормейский стрит-арт. В Дагестане акцию «Дорога памяти» к юбилею победы поддержали уличным искусством. Участники движения масштабировали известную фотографию героя России Абдулхакима Исмаилова, подружающего знамя над Рейхстагом, и перенесли ее контуры на стену. Такое граффити, по мнению инициаторов акции, станет напоминанием о героях военного времени и о важности сохранения мира на планете. Подробнее Патимат Ханапов. Уличная живопись как напоминание о героях былых времен. Такой метод привлечения внимания к исторической теме эксперты называют современным и инновационным. Положительно сказывается он и на воспитании подрастающего поколения. Яркое граффити невозможно не заметить. Его видно даже издалека любому проходящему. На территории республики Дагестан в Махачкале продолжается акция «Граффити Победы». Она проводится под эгидой Министерства обороны Российской Федерации. Посвящено мероприятию Победы в Великой Отечественной войне Советского народа. 75-летие Победы. И сегодня очередь дошла и до города Махачкалы. И это является мероприятием, которое проводится юно-армейским движением Российской Федерации. А сегодня на территории республики Дагестан наши юно-армейцы рисуют нашего героя. Школьники говорят, что их работы призваны напомнить горожанам о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. И с помощью граффити ребята воспроизвели легендарный снимок, где герой России Абдул-Хаким Исамаилов водружает знамя Победы над Рейхстагом. Рисунок мы выбирали сами, потому что я думаю, что в нашем городе, город Махачкала, должен быть именно наш земляк, абстрактный герой. К выбору места этого рисунка мы подошли ответственно, ведь 9 мая по этой улице будет проходить бессмертный полк. И все люди, которые будут проходить мимо этого рисунка, будут знать, что юно-армейцы рисовали этот рисунок. Краффити Победы – это масштабная акция, которую проводит Министерство обороны совместно с Министерством молодежи. Она должна превратить улицы наших городов в своеобразные музеи памяти под открытым небом, где унылые стены станут яркими выставочными стендами. Акция посвящена не только 75-летию Победы, но и связана с проектом «Дорога памяти» по созданию мультимедийной галереи, которая будет представлена в подмосковном парке «Патриот». Там каждый сможет разместить фотографию своих родных, которые воевали на фронте или трудились в тылу. Для участия в проекте нужно просто зайти на сайт «Память народа», заполнить анкету и загрузить информацию. Патимат Ханапова, Мусас Алтгиреев, Новости ННТ, Махачкала. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья!